Конференция проблемы медицинского сопровождения. В современном футболе это целый рабочий день. Более десятка докладов с таким общим объемом информации, что суммарно можно было бы выпустить сводную презентацию в солидный том. Всего коротко не передать, попробуем пройтись выборочно. Например, оказавший слушателем доклада «Медицинское обеспечение сборных команд по футболу РФ анализ заболеваемости и травматизма с 2011 по 2017 год, вы могли бы нырнуть в море». Самые разнообразные статистики по теме в указанный период. В частности, обнародованы данные о том, что за это время во всей пирамиде юношеских и молодежных сборных не были допущены до соревнований 286 футболистов после обследования со стороны Федерального медико-биологического агентства. Контроль серьезнейший. Кривая шла следующим образом. В начале где-то 32 было, кажется, футболиста. В 2011 году, когда я пришел работать в РФС, эту статистику вел до сегодняшнего дня. Дальше кривая пошла увеличиваться. Увеличилась она где-то за два года на где-то до 62 игроков. Следующий был 15-16 год. Пошел спад. В 2016 году мы получили 7 человек, но сейчас идет 47 человек в последний год. Это 2017 год. Вот 47 человек у нас не допустили по сердечно-сосудистым заболеваниям. С чем это связано? Либо это связано со здоровьем, будем так говорить, либо это связано с ужесточением проведения уголовного медицинского обследования специалистами ФИМБА. Много полезного из области практической выдал в своем выступлении главный врач первой сборной Эдуард Безуглов. Его доклад носил название «Медико-биологическое обеспечение национальной сборной команды при подготовке к чемпионату мира 2018». Из него в частности можно было узнать, что врачебный штаб главной команды страны в последнее время установил режим постоянной качественной связи с Центром спортивной медицины ФМБА, и любой запрос со стороны Эдуарда Безуглова и его коллег получает отклик буквально в течение минут. Для игроков сборной существует чат в Ватсапе по всем вопросам медико-биологического обеспечения, который живет вполне активной жизнью. Ну и, наконец, футболисты не понаслышке знают о мобильном приложении «Антидопинг ПРО». Его вполне свободно, кстати, можете скачать и вы, если вам срочно понадобилась проверка тех или иных препаратов на наличие запрещенных веществ. В общем, как однозначно отметил Эдуард Безуглов, уровень самообразования российского футболиста по ряду ключевых вопросов крепко в последнее время вырос. Надо понимать, что для них сейчас все, о чем мы им говорим, это уровень гряд обязал. Это уже они понимают, что это нужно, то есть все, и для продолжения карьеры. Я всегда говорю, кстати, что, ребята, пока вы на коне, вы царитесь. Как только у вас коня, даже не то, что пойдете, а просто притормозите, то и будете никому не нужны. То есть, ваше здоровье, это все в ваших руках, ваших руках. И сейчас практически все это понимают. И уровень самообразования сборной нынешней, он на порядок выше этого же уровня сборной в 2020 году. Информации по делам антидопинговым было вообще море. И в конференции, прямо скажем, недаром принял участие генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус с коллегами. В частности, стоит упомянуть, выискивая самые интересные детали в бесконечном потоке обсужденных вопросов, что в последнее время 9 российских клубов получили уведомление о необходимости приобщения к широко известной базе Адамс. Коротко напомним, что речь о системе, в которую вносятся подробные данные о местопребывании спортивного субъекта в тот или иной период времени. Этими данными пользуются в случае необходимости антидопинговые офицеры, с целью вас попросту найти и проверить условно в час икс в пункте А. Вопрос Ред обсуждался вполне открыто, никакой тайной названия этих клубов не является, но мы тут, пожалуй, от их перечисления воздержимся во избежание лишнего ажиотажа. Вообще, главное понимать, что в самом факте предоставления данных для базы Адамс нет ничего ни страшного, ни скандального. Кроме этого обсуждались, например, вопросы внимательного изучения заинтересованными лицами состава препаратов спортивного питания. Люди в теме догадываются, что при употреблении БАДов есть не нулевая вероятность нарваться на что-то из запрещенного списка. В частности, на метилгексономин, он же МГА, он же герономин, он же экстракт в корне герани и так далее. Этот панент во всем многообразии его названий попадется вам как минимум в двух десятках препаратов из репертуара магазинов спортпита. Продаются они на абсолютно законных основаниях, поэтому проблема поиска таких вот вещей на этикетке – вопрос предельной внимательности спортсмена и его врача. Не исключено, что от всей этой медицинской чехарды у вас последние несколько минут заболела голова. Тогда немедленно выпейте таблетку, но обязательно проверьте ее на наличие запрещенных компонентов.